В настоящее время в Фельдманекопарк проводится несколько программ реабилитации и интродукции представителей фауны Украины. В первую очередь, постоянным посетителям Фельдманекопарк известны акции по выпуску птиц, в первую очередь мелких воробьиных птиц. Эти акции очень популярны. Пожалуй, самой значимой является акция по выпуску в дикую природу рукокрылых. Все виды летучих мышей, которые проживают в Украине, занесены в Красную книгу Украины и в европейские красные списки. Сейчас вы стали свидетелем выпуска обыкновенного барсука. Это животное когда-то было редким в нашей стране, было даже внесено во второе издание Красной книги. Сейчас оно, слава богу, восстановило не через суд, как европейский лось, а само свою численность. Поэтому в Красной книге они числятся. Мы выпустили на земле наших коллег национального природного парка «Слобожанский», который очень успешно работает по сохранению, пропаганде дикой природы Украины. Животных привозят на самом деле не очень часто, но иногда к нам есть обращение. В прошлом году обращались местные жители по поводу бобра, который зашел в населенный пункт. Наши сотрудники его отлавливали и выпускали у нас на территории. Точно так же сейчас с барсуком. Барсука привезли, это наш вид, он у нас тут обитает, поэтому мы его можем выпустить здесь в природу, чтобы он не вызывал конфликта с людьми. Мы с Фельдман Экопарком сотрудничаем в целом как бы давно неформально, и вот недавно только формально оформили в виде меморандума наши отношения. В этом году мы уже провели большое серьезное мероприятие вместе, сотрудничая. Это семинар по геоинформационным системам, используем их в природоохранном деле. И это мероприятие собирает людей со всей Украины, а в этом году еще и к нам присоединяются представители Болгарии и Беларуси. В ближайшее время Фельдман Экопарк планируется достроить целый комплекс вольеров для хищных птиц. Мы будем продолжать пробовать работу по реинтродукции некоторых видов. В первую очередь это филин обыкновенный, черный коршун, орлан белохвост. Это возможно, и в Европе этим занимаются, и сотрудничество именно зоопарков и национальных парков как раз и позволяет эффективно восстанавливать численность исчезающих видов животных. Но да, практика именно содержания животных в зоопарках, которые занимаются по этим программам, должна быть направлена на то, чтобы эти животные могли выживать в дикой природе. Они должны быть дикими по факту. Вообще организации, которые охраняют дикую природу, так называемых реабилитационных центров в Украине не так-то уж много. Очень успешно работают наши коллеги на Западной Украине. Это Эко Галич. Ему удается замечательно поддерживать восстановление природы при Карпате. Очень много интересных программ сейчас предлагает ВВФ. Это Всемирный фонд дикой природы в Украине. В первую очередь это работы по восстановлению численности рыси европейской. Мы надеемся, что мы примем участие во многих из этих программах.